Любимые, всем привет! Вы с Аленой, вы на канале Жизнь без неврозы и сегодня с вами говорим про смену карьеры после 30 лет. После 30 лет типичные ошибки и то, что я наблюдаю у своих клиентов, которые действительно меняют свою карьеру после 30 лет. После 30 гребаных лет, которые они проводят на каком-то месте, которое называется плато. Просто ты достиг своего плато. Плато в развитии, плато в бизнесе, плато в состоянии, плато в плато. В общем, это видео для тех, кто действительно хочет поменять свою карьеру, но не знает, как это делать и возможно это делает, но есть какие-то определенные типичные ошибки. Погнали, друзья! Если действительно вы решили полностью изменить фокус, локус своего внимания и перейти на другую историю своей жизни, важно определить не только то, что вам нравится. Это очень важная вещь и не всегда вам все они говорят. Конечно, делай только то, что тебе нравится и будет тебе чудо за это, но не всегда так работает. Иногда очень важно выбрать между парадигмой то, что нравится и то, что будет востребовано. Это две базовые вещи. Если мне нравится рисовать, но я не понимаю, как я буду продавать, соответственно, я ищу, например, что-то в продакт-менеджменте. Или я понимаю, что очень меня интересует тема здоровья, но это бесконечная тема бесконечных разговоров, бесконечной генетики, бесконечной ситуации, какая у вас там вода, какая еда, как у вас окислился и вытеснился токсин, соответственно, становиться натуропатом, потому что у меня там, например, астма или еще что-то, или экзема. Но это как бы не всегда про действительно реализацию своей мечты. Иногда это просто затычка своего больного места. А потом уже люди, которые пытаются заткнуть это больное место, они остаются в этой профессии. Ну, я же столько денег туда вбухал, но придется действительно там остаться. И это правда, не обижайтесь. Очень многие, ну, можете обижаться на меня, вы знаете, я вообще могу говорить что угодно. И да, действительно, люди, которые решают свою какую-то проблему, в ней застревают, застреют, застревают, господи, ну, вы поняли, в общем. И долго проводят в ней свое время, и потом им очень жалко оттуда уходить. Соответственно, что нужно сделать? Не всегда решать проблему свою через профессию. Это правда. Получается так у единиц. И эти единицы действительно счастливы о том, что обрели наконец-то свою профессию. В 30 лет, когда вы меняете, не думайте только, где вам только заплатят. Заплатят, заплатят. Правда, как вы с этим будете? И человек, который, например, меняет, приходит, говорит, я стал тестировщиком, потому что мне нужны были деньги. Счастлив ты? Конечно, нет. Алена, помоги мне, у меня проблемы с психикой и с головой теперь. Но зато я зарабатываю деньги. Я говорю, здорово, здорово. Ну, вот так тоже бывает. К сожалению или к счастью. Я не знаю. Ну, просто так бывает. Я вам об этом рассказываю. Еще один момент. В 30 лет сменил профессию, но не понимал, как дальше буду с семьей. То есть я не договорился со своей семьей. Они не ожидали. Они думали, что я пошутил, что я купил столько обучения и теперь буду их видеть раз в неделю, потому что я теперь учусь в Трикороба. Соответственно, вот такие моменты нужно решать на входе, на входе в профессию, со своей семьей, со своими проблемами. Все знают свои болезненные точки. У кого-то это точка финансовая, у кого-то это здоровье, у кого-то это отношения, у кого-то это жилищных условий. Соответственно, это все идет параллельно. И в 30 лет вы должны быть уверены в том, что это профессия, это не игрушка, потому что у вас кризис 30-летний и вам просто нужно почитать немножко психологии. А потом у вас все восстановится. Иногда важно действительно для себя выбрать то, что не только вам будет интересно, что вас будет кормить и что вас будет радовать. Радовать. Да, вас радуются кости смиренные, да, как я говорю. Ну, ну ладно. И шутим, и плачем, и не плачем. Соответственно, если вы собрались после 30 лет менять профессию, продумайте все больные свои инструменты, с чем вы будете работать, как вы от этого будете зависеть, не зависеть, как у вас это будет получаться, не получаться, что вам для этого нужно, какой образ жизни, какие люди должны быть, кто вам должен помогать, за что вы будете жить, от чего вы должны сразу отказаться. Потому что очень многие привыкли сидеть на мертвой точке и думать, что жизнь-то такая сложная штука, что мне ее не поднять. Да подними ты свой зад сначала и начни двигаться, и все у тебя нормализуется. Я, как всегда, шучу, друзья. Но вы меня поняли. Можете меня уволить сегодня за мое превселюдное монументальное признание. Но это правда. Еще один момент. Обязательно, если вы меняете профессию в 30 лет, подумайте, сколько лет вы будете практиковать и сколько лет вам нужно на то, чтобы научиться, и сколько лет, чтобы уже начать реализовываться. У меня есть девчонка в практике, она приходила с запросом о смене профессии. Она правда сменила профессию, но мы с ней сразу отработали то, что там, где она учится, она не будет учиться там до конца. Она начнет уже арбайтен на первых месяцах и будет, как я говорю, делать нормально, не надо идеально. Не надо идеально. Идеально получится, когда надо. А сейчас нужно нормально. И нужно начинать делать уже в моменты, когда вы что-то осваиваете. Поэтому все люди, которые меняют профессию в 30 лет, начинайте делать, когда вы уже начинаете что-то изучать. Это такой банальненький рекомендацион, но, надеюсь, он сработает. Так, дальше погнали. Мои ошибки. А у меня не было ошибок, друзья. Я не меняла профессии. Но пока еще. Надеюсь. Ну да, ладно. Об этом потом с вами поделюсь. Еще один момент. Поменять профессию в 30 лет опасно, если есть дети и есть семья, которая вас не поддерживает. Вот эту историю важно просто для себя продумать. Поддерживает ли вас семья и как вы сможете финансово стоять на ногах. Никогда не меняйте ничего, если у вас нет сразу почвы под ногами. Это быт, кровь, еда, близкие, которые, возможно, поддерживают, не поддерживают. И финансово какой-то резерв. Если этого нет, не думайте покупать самые дорогие курсы и думать, я когда-нибудь, когда-нибудь я там отработаю что-то там. Риск. Вас покупают на ваш риск, да, но не всем он нужен. Большинство моих клиентов, они невротики. Они могут впасть в депрессию из-за того, что что-то не получается. Поэтому будьте осторожны, всегда осторожны. Лучше прощупывать, медленно двигаться, но получать результат, чем прыгнуть и по пути раскрыть парашют, сломать ноги и руки. Но вроде бы я жив, вау, получилось. Но у меня как бы из-за этого и психика пошатнулась. И вообще все плохо с окружением стало. Не нужно так, друзья. Нам нужно истинно всегда посередочке. Вот такой краткий вам рекомендацион сегодня. Вы на канале Соленая жизнь без невроза. Пока-пока. One love.